Друзья, всем привет! И рубрика «Первый взгляд» возвращается. Если вы забыли, что это вообще за рубрика, то я вам напомню. Суть заключается в том, что я иду в магазин и покупаю какую-либо пару или кроссовок, или ботинок, да и в принципе чего угодно. Тестирую их у себя дома на протяжении одного или двух дней. Как-то пытаюсь носить у себя в комнате. И на основе этого я составляю какое-то поверхностное мнение об этих вещах. И поэтому подобное видео не стоит ни в коем случае воспринимать как полноценные обзоры. Ну и после всех этих действий я возвращаю эти пары обратно в магазин. И в сегодняшнем видео у нас кроссовки, которые все из вас знают. Это Puma Thunder Spectra. Это современное видение Puma того, что называется сейчас Dead Shoes, Chunky Snickers, да как угодно. Это не ретро-модель, это абсолютно новая модель от Puma. Ну как, вышла она в том году, но силуэт для них, да, конечно же, новый. Про них рассказали просто абсолютно все. Я их щупал в магазине, каких-то впечатлений, даже положительных они у меня не вызвали. Но когда я их попробовал лично, то все-таки мнение я свое кардинально поменял. И вот почему. Во-первых, протектор у нас выглядит следующим образом. Он сделан полностью из резины, очень твердой резины, твердой абсолютно на всей площади этого протектора. Даже вот эта желтая вставка, она по твердости ничем отличается от остальной подошвы. И я хочу сказать, что вот такой рисунок, вернее ширина самого протектора, придают кроссовкам очень-очень нехилой стабильности. По ширине его могу разве что сравнить с Adidas Prophir, которые у меня были на обзоре. Ну а в Mizzoli у нас уже начинается присущий многим Dead Shoes тот самый многодетальный дизайн. Потому что здесь мы видим продолжение протектора. Затем у нас идут вставки вот такие темно-зеленого цвета, которые скорее всего пластиковые. Ну настолько они жесткие, а затем у нас идет пена различного цвета, с различными текстурами. Что вот это вот ребристая черная поверхность, что вот этот рисунок, что вот эта белая пена. Это все абсолютно одинаковая пена, которая по мягкости ничем не отличается, например, от того же New Balance на Inkapi. То есть по амортизации они вполне себе типичные винтажные кроссовки. И вверху тенденция продолжается, потому что мы видим здесь резиновую вставку по текстуре, сделанную под кожу. Затем у нас идет замша, петличка с надписью Puma, синтетическая вставка в виде логотипа самой Puma, синтетическая тканевая вставка. По-моему, здесь у нас кожа, петлички вместо люверсов, замша. И здесь у нас идет сетка. И это оказался один из главных сюрпризов этих кроссовок. Потому что я думал, что здесь находится ткань, и из-за этого они не способны дышать нормально летом. Максимум, когда их можно носить, это только осенью или весной, ну или прям очень холодным летом. Но эта сетка, она просвечивается просто-напросто насквозь и очень легко продувается. И поэтому мне было бы интересно взглянуть, а как же эта Puma работала бы летом. Ну да, здесь я забыл, у нас идет кожа, но затем мы смотрим, что у нас находится внутри. А внутри у нас находится типично для беговых Puma стелька, которая, по-моему, сделана из какого-то геля. Очень хорошая стелька, у меня к ней претензий нету абсолютно никаких. Я даже не буду ее измерять, потому что эта Puma по своим размерам абсолютно идентична 90%, даже 95% всех современных кроссовок. То есть при моем 11 американском размере, размер этой стельки был бы 29 сантиметров. Но я взял 12 размер и какой-то разницы между 11 и 12, я даже и не почувствовал, честно говоря. Ну а внутри они у нас вполне себе неплохо так прошиты. Только если можно заглянуть вдаль, то там есть прям следы клея. Но к качеству нареканий у меня нет вообще никаких. То есть кроссовки, которые стоят 9 тысяч рублей в стоке, но по скидкам их можно сейчас находить гораздо дешевле. По качеству они вполне себе хорошо вывозят. Ну и если смотреть на то, сколько весит 12 американский размер этих кроссовок, это 12 размер, то они весят 555 грамм. А цифра, скажем так, немаленькая, да? Да, но если учитывать то, насколько эти кроссовки большие, то у меня вопросов к ним вообще в этом плане никаких не возникает. И какие выводы я хочу сделать о Puma Thunder Spectra? Во-первых, если их брать по скидкам, то на мой взгляд это не то, что один из главных. Это вообще главный конкурент монархов, которые заполонили абсолютно весь рынок. Я боюсь даже представить, сколько народу пересмотрело подобные видео. Обзоры о монархах. Наверное, еще большее количество народу только сделал эти обзоры. Но кроссовки, мне кажется, достаточно оригинальными. И стоит учитывать, что это даже не какая-то коллаборационная. Это личная модель самой Puma. И если вы хотите все-таки их взять, то, во-первых, ни в коем случае не берите их на зиму. Потому что, во-первых, протектор не способствует этому. Во-вторых, сетка, она через чур сильно дышит для этого времени года. Тем более для таких морозов, которые сейчас стоят за окном. Но на осень или лето это будет актуальная модель. Тем более в этом году тренд Dead Shoes все так же идет полным ходом. И не пытается вообще как-то остановиться. И эти кроссовки будут отличным выбором, на мой личный взгляд. Если вы все-таки хотите как-то соответствовать этому бренду. Потому что они удобные. Они оказались гораздо удобнее, чем я думал. Они вентилируются гораздо лучше, чем я думал. Качество вполне себе хорошее. Да и вопросы, в принципе, у меня к этим кроссовкам, как ни странно, каких-либо нет. И на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайки. Если хотите видеть продолжение подобных видосов, отписывайтесь в комментариях. Пишите, почему вам это видео не понравилось. Ссылки на меня, на мой инстаграм, контакт, да и вообще все, что у меня есть, как всегда, будут в описании. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok